всем привет привет сегодня сегодня да мы с вами делаем расклад на тему расслабления раскладывать на одну позицию я его уже дело в своем телеграм канале сегодня хотела сделать на более большую аудиторию так у нас с вами будет 5 вопросов и мы с вами рассмотрим тему расслабление очень актуальная на мой взгляд на данный момент потому что замечаю все больше больше в комментариях и вы пишите об этом что люди не умеют расслабляться они умеют отдыхать не получаются все время находится в каком-то напряжение вот об этом мы с вами сегодня и посмотрим поразбираемся значит первый вопрос что значит для меня расслабление как я это поднимаю расслабление ну вот как я это понимаю видно видно да расслабление это девятка кубков это все то что нас наполняет дофамином это все то что нас наполняет эмоциями удовольствием это когда я нахожусь в состоянии принятия я не хочу ничего никому делать никому отдавать я хочу только получает и это в принципе понятно потому что это то состояние когда я нахожусь на пределе в принципе я опустошен вот и почему опустошен потому здесь девятка кубка здесь нужно наполнить 9 сосудов это достаточно энергозатратный до ресурс то есть не хватает только одного и поэтому могу предположить что вы опустошены примерно на но больше половины может быть не сейчас но вообще в принципе когда мы говорим про расслабление да то есть вы доводите себя до такого предела что даже ниже грани да и это не есть совсем правильно потому что но в идеале было бы чтобы вы наполнялись как только вы ощущали опустошение здесь получается то что вы долгое время себя опустошаете доводите вот прям износ здесь на износ идет да то есть доводите себя до предела и только потом понимаете же да возможно пока не сляжете пока что-то не начинает болеть по психосоматике тогда вы только понимаете что пришло время себя наполните надо что-то сделать по-другому вот в принципе расслабление означает наполнение удовольствия девятка кубков семью семерка до семерка мечей знаете какая-то хитрость то вы все равно даже с чем здесь связана хитрость даже все такие моменты когда не знаю возможно нужно расслабляться все равно рука тянется либо к телефону либо компьютеру да пусть я в принципе расслабляюсь ну давай я буду расслабляться там не знаю просто если буду тупить в интернете да и прокручивая при этом ленту и просматривая рилсы то здесь какая-то хитрость есть в контексте расслабления да и хитрость как раз таки связано с арканом смерти до что вот полностью как будто бы вы не можете отпустить прошлое в этом тоже есть ваша хитрость это то что вас напрягает скорее всего туда в это прошлое мы и сливаем энергию во что именно ну вот в какие-то разочарования огорчение сожаления какие-то утраты то есть но у сливаем энергию на свои эмоции которые по сути уже не имеет никакого отношения к вам да почему да эти раны мы теребим они болезненные для нас но уже поменять ничего не можем поэтому вот в таком контексте конечно же они бессмысленные но при этом они остаются очень яркими в нашем проживании до в нашем мироощущения поэтому периодически возвращаемся к вот этим переживанием воспоминаниям до сожалением о чем-то либо о ком-то вот в этом есть хитрость это то что нам не позволяет расслабиться полностью как 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 я понимаю расслабление что вот я расслаблен как вы понимаете а ну вот потому что я когда я расслаблен я чувствую себя как огурчик до молодой здоровый свежий как после баньки наполненный энергиями да прям свечусь изнутри энергия бьет через край ключом и вот я я я такой легкий как новорожденный ребенок то есть когда вы наполнены так вы понимаете вы наполнены вы расслаблены и вас очень много энергии вы сияете то есть это видно как прямом смысле да вы можете светиться глаза у вас блестят либо это в переносном да то есть ваше внутреннее ощущение света и наполненности поэтому когда вы чувствуете себя как ребенок это будет показать и того что вы расслаблены хорошо что поможет вам расслабиться до либо вообще расслабляться что поможет что поможет выбор да то есть вы должны осознанно делать выбор в этом направлении то есть а что именно вы должны научиться выбирать правило до сделать себе за правила то есть вы должны придумать здесь себе правило когда и при каких условиях вы будете расслабляться либо когда то есть отслеживать себе например какую-то грани говорить-то вот если я ощущаю да вот у меня есть вот такие симптомы если у меня есть вот такие критерии да я понимаю что я уже на пределе и пришло время расслабляться вообще здесь в идеале прописать себе либо правило либо по императору придерживаться дисциплины дисциплины в работе то есть четко понимает авто 8 часов от работы все выключаю больше не имею никакой контакт и переключаюсь на то что меня расслабляет либо там есть на то здесь какие-то правила нужно выстроить вам здесь нужна дисциплина и прям знаете вот строго придерживаться какому-то ритму да возможно либо режиму возможно здесь вопрос на для того чтобы почувствовать себя расслаблено мне не хватает там покрыть покрытие базовых потребностей да какая у нас базовая одна из одна из базовых потребностей это сон то есть сделай так чтобы в помещении была нормальная температура потому чтобы кровать была удобная там не знаю подушка чтобы не было ни жарко ни холодно и так далее тогда чтобы никого рядом не было кто бы храпел либо мешал вам спать вот то есть здесь вопрос на для вас очень актуально то здесь нужно нужен режим и нужно дисциплина то есть я не ложусь ночью если и ложусь очень поздно то не беру с собой телефон в кровать но в общем вот такие вот правила которые вы в принципе и так знаете но просто их нужно им нужно придерживаться и вот это вот поможет вам расслабиться то здесь надо правила нужны правила и нужно им придерживаться а надо ли вам вообще расслабляться то есть если такая потребность ну смотрите по шкупков да если такая потребность потребность для вашего внутреннего ребенка да безусловно она есть и в идеале здесь говорится о том что если вы хотите что-то новое начать своей жизни да и вам нужны энергии силы либо вдохновение то тогда да конечно же обязательно нужно расслабляться то есть здесь есть прямая связь между творческим каким-то началом до через получение необходимых вам каких-то идей до для инсайтов то вот здесь вот прям расслабление она необходимо если еще какие-то моменты при которых вам нужно расслабляться ну в принципе сама карта до расслабление и выпало четверка мечей знаете здесь может быть еще и расслабление не только как сон а здесь может быть расслабление через практике да то есть практике например там медитативные либо опять же таки медитация не в прямом ее пола понимания а вот эти вот медитации которые есть очень много на ютюбе когда под музыку каким-то голосом вас ведут говорят что вам нужно делать да то есть скорее всего аутотренинг подразумевает в большинстве своем под словом медитация то есть некие не некое такое вот самовнушение тоже может быть до самогипноз аутотренинг вот эти вот все моменты и аффирмации то есть надо ли расслабление мам вы можете вместо расслабления использовать вот такие вот техники то есть если нет возможности да как-то себя сейчас поощрить наполнить себя эмоционально то вот эти вот техники они тоже помогут то есть по сути здесь вам нужно научиться переключаться до с одной деятельности на другое и при этом чтобы это был ну смена ритмов то есть если вы как-то активно действовали безусловно для расслабления понадобится более медленные темпы не не обязательно спать нам ну как-то сбавить темпа опять же таки если наоборот вы были в более медленных темпах там я не знаю о чем-то там рассуждали созерцали что-то да либо работали интеллектуально то вам нужно переключиться на более активные какие-то действия это физические прогулки могут быть да там я не знаю занятия спортом то есть более активное движение здесь нужно уметь переключаться и быть в балансе вот о чем здесь речь идет чего все время напряжены рыцарь жезлов потому что знаете здесь как будто бы человек который быстро перегорает то есть сейчас попробую это объяснить здесь человек который загорается зажигается какими-то новыми идеями и по сути он их не доводят до конца то есть нету какого-то планирования нету последовательности то есть достижение каких-то своих идей либо действия они достаточно спонтанные и здесь получается так что чем-то загораетесь выбрасываете большое количество энергии а потом не хватает на на то чтобы вот продолжить эту деятельность либо продолжить сообщение либо продолжить там я не знаю работу на хобби то есть вот человек который очень быстро загорается и быстро потухает но когда он загорается он загорается на по полной здесь вот ощущение того что человек живет не то чтобы на качелях но по полной вот если он дает отдает все до без остатка если там я получаю тоже хочет получать много то здесь идет напряжение от активности здесь очень много активности и я могу предположить что это не физическая активность а скорее всего интеллектуальные либо вот эмоциональные да то есть очень много разных эмоций поэтому здесь идет выгорание то есть вы доводите до предела все почему еще все время напряжены ну вот видите дьявол да потому что есть некая такая зависимость от того чего здесь по шпиндаклей а чего может быть ну во первых может быть от обучения до по шпиндаклей у нас говорит о новых начинаниях обучениях мы познаем этот мир через новые возможности шансы а мне не знаю через понимание ценности себя то есть здесь может быть напряжение с одной стороны связано как-то с финансами да то есть человеку необходимы деньги и вот он все время как-то себе говорит надо работать над работает надо копить там все такое либо здесь может быть искушение и привязанность бесконечному обучению то есть что ты чему-то учусь 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 но минус здесь поскольку все-таки это дьявол минус заключается в том что вот то чему вы учитесь да вы его не скрепляете на практике то есть очень много знаний и мало применяется на практике и поэтому на поддержание вот всей этой информации нужно много энергии получается вы ее сливаете так как на практике не принимать не применяется то чему вы научились еще здесь искушение с чем связано то есть напряжение до с чем здесь может быть общение общение ну то есть силу скорее всего своей профессиональной сферы вы очень много говорите общаетесь с разными людьми они тоже могут у вас забирать энергию до высасывать либо здесь напряжение может быть связано с тем что очень много ответственности и человек должен решать какие-то кризисные моменты да то есть вся ответственность на нем и вопрос который он решает они достаточно сложные на то есть здесь какие-то вот многоходовки которые тоже забирают много энергии да и вот здесь получается так что человек не делать этого не может вот с этим связано до искушение чего я хочу достичь посредством напряжения то есть почему да почему я все время напряжён дать что для чего мне нужно это напряжение для чего нужно здесь непонятно верховная жрица до хранит тайну не говорит для чего конкретно для чего конкретно нужно напряжение ну возможно так вы ощущаете себя живым живым активным что вот я я что-то делаю я что-то делаю и поэтому для коммуникации тоже может быть да вот все время надо держать себя в тонусе вот для этого то есть по крайней мере по королю жезлов так но верховная жрица здесь не говорит не пояснять здесь есть какая-то тайна до которую вы скрывается даже сами от себя еще для чего вам нужно держать себя в напряжении но вот для того чтобы мозги работали да то есть постоянно надо вот я буду здесь какие-то интеллектуальные моменты проходят постоянно чем-то нужно думать нужно получать новую информацию нужно как-то вскрывать какие-то моменты нужно быть прямолинейным решительным вот и так далее хорошо в какой сфере в какой сфере у нас есть вот привязанность к этому напряжению какой сфере у нас идет жезл да то есть на на коммуникацию ну-ка на коммуникацию на достижение да здесь смотрите здесь может быть все что связано с солнцем у вас напрягает и все что связано с финансами с деньгами то есть достижение возможно реализации проявления себя да в солнцем и здесь очень много общения мне идет не знаю в чем причина но вот то есть какого рода общения здесь не может быть и там с друзьями и с клиентами и с поставщиками то есть очень очень многое много разных всяких переписок которые съедают у вас время и как будто бы человеку не дается возможность расслабиться здесь получается еще то есть помимо реализации себя проявление себя в социуме другой стороны есть еще и финансовые вопросы то есть все никак не можете сбалансировать материальный мир до свои свои деньги то есть деньги и общение это то что забирает вас очень очень много энергии так ну и последний вопрос который какой сценарий поддерживает вот это вот стрессовое состояние во мне на то есть какой сценарий мы поддерживаем какой сценарий ну вот парк она силы да то есть преодолевание нам это нужно при преодоление преодоление своих каких-то собственных страхов то есть здесь по сути получается я держу себя в тонусе для того чтобы быть допустим в тонусе спорте потому что я допустим спортсмен и периодически до выступаю на каких-то соревнованиях и вот в период восстановления между соревнованиями я не могу расслабиться потому что потом не придется очень много времени потратить для того чтобы заново там набрать необходимую форму и снова выступить и вот вот это меж период меж времени до человек себя держит в тонусе потому что нельзя расслабиться надо все время как-то себя преодолевать в чем-то преодолевать свои какие-то страхи преодолевать сомнения то есть здесь вот какая-то напряженка идет да то есть какой сценарий сценарий преодоление преодоление чего-то вот а преодоление преодоление в материальном мире комфорта да то есть те горы чтобы не расслаблялись вы постоянно себя держите в напряжении то есть вы требуете от себя не знаю чего-то для чего опять же таки да ну то есть чего то здесь у каждого у каждого свое будет я не могу обозначить но для чего это делаете для того чтобы знаете человека здесь масло масляное но в прямом смысле для того чтобы вы не расслаблялись для того чтобы вас не не затащила это болото потому что по королю педакли вы можете как-то знаете раз лениться и сказать что вот я теперь не хочу но такое бывает например когда человек очень много работает до устает приходит домой вот расслабился а у ему еще нужно там что-то сделать по дому и вот он после этого расслабления ему сложно себя собрать для того чтобы там не знаю стать пойти помыть посуду потому что ну ноги гудят устала вот так хорошо лежать зачем еще что-то делать вот здесь вот примерно такое состояние то есть вы себя держите все время в тонусе все время напряжение потому что если вы расплавитесь вы потом не сможете себя собрать и вам потом сложно будет вернуться к рабочему режиму это вот как после отпуска отдохнули настолько хорошо что уже вот потом после работы после отпуска выходишь на работу и такое вот чувство что как-то мне тяжело делать то что ранее допустим я делал намного быстрее до отпуска да и намного легче и проще то есть здесь какие-то такие моменты чтобы вы не заленились чтобы вы все время были мотивированы потому что король педакли нам говорит о материальном комфорте об удобстве да то есть вы как-то знаете ну не знаю осядете и и все и потом вас не под я не поднять то есть и здесь как раз и все что связано с финансами то есть деньги как будто бы вас мотивирует на то чтобы дальше двигаться но здесь как-то знаете еще сейчас как того что-то хочу уточнить и не могу понять здесь какой-то вопрос нужно дополнительно спросить какой здесь финансовый здесь с деньгами очень большой стресс очень большая напряженка с деньгами не то что вам денег не хватает но деньги они вызывают у вас прям я не знаю выработку кортизола что вот прям вам не просто становится а почему почему финансы для вас вот такой напряг почему такой напряг десятка мечи и пятерка мечей но это как будто бы вашу уязвимое такое место да очень болезненная вы его как будто бы не знаю берегайте как будто вы не позволяете другим людям вам что-то сказать о о том сколько вы зарабатываете почему зарабатываете таким способом то есть здесь здесь нет чтобы страх но вот здесь есть какое-то неудовлетворение деньгами у вас здесь есть какие-то претензии но ясное дело что претензии к себе мы в чем в чем претензии что возможно недостаточно ставите целей что возможно не идете не достигаете этих целей видите шестерки мечей все мечи пошли что не идете в новое да вот и все время себя как будто бы пинается давай давай иди иди то есть и не даете себе отдохнуть в этой сфере вот в сфере коммуникации общения намного проще это тоже для вас актуально вы тоже туда сливаете много энергии для вас это напряжено там общение с людьми особенно если там занимаетесь продажами либо услугами предоставляется то есть там где работаете с людьми для вас это тоже очень стрессово потому что каждый человек он особенный и надо найти подход чтобы общаться с большим количеством людей но вот финансы здесь для вас это вот прям очень очень напряжено да здесь вот вам говорится как раз таки что с финансами и есть тот момент когда вам нужно научиться расслабляться потому что шут и говорит про обнуление про и легкость про легкое отношение к деньгам взаимодействие с ними проще отдавать легко с благодарностью принимать то есть вот здесь здесь один момент о том что вам нужно будет что-то отдать деньги какие-то за что-то заплатить начинает вас очень сильно напрягать не потому что вы жадный а потому что у вас появляется какая-то паника а где я их потом найду а что мне потом делать видите королева пендакли вы просьбу умеете зарабатывать но есть вот такое ощущение что мало мало то есть вы 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 вытягиваете себя и прям вот это вот вот этот вот финансовый сценарий он не поддерживает вашего стрессовое состояние что здесь нужно сделать что нужно сделать пары цели кубка расслабиться что нужно сделать нужно расслабиться да вот ту скупку здесь нужно научиться расширять себя энергетически то есть вмещать себе больше энергии поэтому нас там аркан силой выходил то есть для вас сила она важно вот это вот энергия ваша энергоемкость ее нужно постоянно расширять для того чтобы знаете ничего не сдерживать внутри себя а пропускают эту ещё больше пропускаете тем больше энергии проходят через вас то есть чем больше денег отдаете тем больше приходите приходят здесь легкая вот это вот отношение то здесь здесь с одной стороны до в принципе это правильно правильно что я имею ввиду что вы себя каким-то образом вот пинаете заставляете постоянно двигаться да то есть здесь энергия денег она тоже двигается то есть энергия должна двигаться но способ как вы себя мотивируете что вы собой делаете он неправильный то есть мысль идея движение вперед она верна но способ не верный то есть вы себя доводите либо и изводите вы себя мучаете вот это вот неправильно но двигаться вперед безусловно надо как вам нужно здесь по-другому себя вести аркан отшельника почаще знаете бывать в тишине наедине с собой и вот это вот видите как раз таки по десятке кубков и на этом остановимся вы будете себя наполнять то здесь необходимо я так понимаю как-то абстрагироваться от людей для того чтобы наполняться потому что если вы общаетесь до в социальной сфере с очень многими людьми они у вас забирают энергию вы чувствуете себя опустошенными с другой стороны недостаток финансов он связан с тем что вам не хватает эту энергию которую вас забрали в социуме вам нужно наполниться как вы можете наполняться тогда когда вы уединяетесь тогда когда вы знаете находитесь наедине с собой не только для того чтобы там не знаю поразмышлять по аэрофанту а просто знаете побыть в тишине может быть посмотреть какой-нибудь хороший фильм почитать хорошую книжку сделать что-то что вас с девятки кубков наполнит на десятку кубков да вот то что вот вы полностью как будто бы опустошены должны уметь восстанавливаться наполняться но это наполнение у вас бывает по аэрофанту тогда когда вы находитесь наедине с собой когда вы вдали от других людей когда вы абстрагируетесь не только физически от других людей но и ментально то есть вы о них не думаете вы думаете о других вещах а более глубоких да то есть те которые вас наполняют и делают счастливыми вот здесь как-то так вот такой у нас с вами вышел сколько там время коротенький расклад думаю кому нужно услышали необходимую информацию вот благодарю вас за внимание впереди нас ждут прекрасные выходные наслаждаемся лето подходит концу вот поэтому наполняйтесь наполняйте сколько есть времени чувствуете себя счастливыми успешными богатыми изобильными и пусть вашей жизни все идет правым путем и дороги вас пускай открываются и попутный ветер вам удачи всем пока пока